Привет, друзья! Привет, дорогие зрители канала! Всем мира и добра! В это солнечное ноябрьское утро наступает еще одно интересное событие. Я наконец-то решился построить новый дом у себя в деревне. Те, кто является постоянным зрителем моего канала, тот уже много раз видел, что у нас в деревне стоит совершенно старенький домик, который я периодически латаю, пытаюсь как-то перестраивать, благоустраивать. Поймал себя на мысли, что все, этот дом морально себя изжил. Поэтому, собравшись духом, пообщавшись с кредитными менеджерами нескольких банков, я понял, что я готов ввязаться в новую авантюру в своей жизни и построить каркасный дом на своем участке, который, надеюсь, будет меня радовать не один год. Вот, собственно, сейчас я еду к производителю таких домов, заключать контракт. Ну и теперь на моем канале вы будете регулярно видеть мои приключения с этим домом. Сначала мне нужно заключить контракт, потом построить стены, потом сделать коммуникации, потом благоустроить территорию, потом разобрать старый дом, ну и так далее. Хлопот будет много, хватит не на один год, ребята. Я вам обо всем буду рассказывать, буду делиться своими победами, своими ошибками и какими-то своими ноу-хау и прочими лайфхаками. Надеюсь, что вам будет интересно наблюдать за моим творчеством, домотворчеством, я бы так сказал. Буду максимально объективным для того, чтобы весь мой опыт вы могли учесть в своем желании, наверное, построить такой же дом. Да и просто я думаю, что вам будет интересно. Ну вот на это место, куда я приехал покупать свой дом. Это 65-й километр МКАД. Вот тут достаточно большая выставка этих домов, их очень много. Но мы с вами едем в конкретное место. Я уже определился своим выбором. Это дом фирмы Канадская Изба. Почему я именно на ней остановил свой выбор? Да не знаю, может быть, потому что мои друзья построились там, в этой же компании, и у них не было никаких проблем. Может быть, по какой-то еще причине. Как бы то ни было, выбор сделан, и менять я ничего не собираюсь. А вот и он, друзья. Вот он домик моей мечты. И вот я решил построить точно такой же. Мой выбор проекта был достаточно долгий. Чего я только не смотрел. И каркасный дом, и щитовый дом, и дом из СИП-панелей, и дом из пеноблока, и дом за миллион. Перелопатил весь интернет, друзья. Но в конечном итоге все-таки решил остановиться на каркаснике по одной простой причине. Во-первых, все-таки это дом не для постоянного проживания. Даже несмотря на то, что мы будем с семьей туда приезжать, и в зимние выходные, и будем проводить там время с друзьями, конечно же, в этом доме должно быть тепло. Посмотрите, какая красота у нас на участке. Уже все ухожено. Растут деревья, растут пустарники. Вы сами прекрасно понимаете, когда начинается стройка, то вот эта вся красота превратится в большую строительную площадку. Каркасная технология позволяет максимально щадяще сберечь все, что было сделано, все, что было благоустроено за эти годы. При этом тот проект, который я выбрал, очень хорошо вписывается в наш ландшафт. Уверен, что всем нам понравится. Поэтому мой выбор и остановился на каркасной технологии. Так что наблюдайте за моими подвигами, делайте комментарии, ругайте, хвалите, давайте советы, которые мне будут очень нужны. А также не забывайте подписываться на канал, ставить лайки. Ну, а я вас буду продолжать радовать интересными видео. Спасибо нашему домику, что радовал нас только десятилетий, но ничто не вечно под луной. Пока, друзья.